Куда Барнаулу двигаться дальше? Это главный вопрос последней форсайт-сессии, где собрались эксперты из разных сфер регионального уровня. В первую очередь обсуждали инвестиционные вложения. Две составляющих основных. Это жилищное строительство, причем малоэтажное жилищное строительство сегодня набирает темпы. А второй тренд это промышленное развитие, очень бурное промышленное развитие, потому что промышленность развивается сейчас семимильными шагами. Но вообще эксперты говорят, что вкладываться можно хоть во что. Главное делать это грамотно. Даже изъезженные ниши, где казалось бы нового не придумать, не продать, подойдут. Пример тому брендовые вещи Алтайского края. Чем больше в мире идет тенденция на какие-то здоровые образы жизни, здоровое питание, тем более конкурентоспособны становятся товары Алтайского края. И с каждым годом сила бренда Алтай, она выше. Это касается продуктов питания, это касается нашего туризма, это касается косметики, это касается фармацевтики. Однако проблемы инвесторов никто не отменял. В первую очередь их беспокоят вопросы налогового и бюрократического характеров. У нас два проекта, но мы не можем получить земельные участки, хотя на участках находятся объекты недвижимости, принадлежащие нам, но масса различных бюрократических препятствий элементарно не позволяет даже в аренду взять землю, не говоря уж о выкупе. И причем это, знаете, характеризует действительно отношение чиновников, в том числе даже к бюджету, потому что неоформленный земельный участок, это не вовлеченный в оборот инструмент. Сейчас инвесторы, конкретно застройщики, поглядывают в сторону правого берега. На левом, кроме как у аэропорта, земли почти нет. Ранее по ту сторону моста никто ничего не хотел делать из-за заболоченности, но теперь прогрессивные методы могут решить эту проблему. В противном случае придется перестраивать город. Думаю, решение окроется в программе сносе или реновации старых зданий, кварталов, которые в этом явно нуждаются. Предприниматели рассматривают под подобную реновацию центральную часть Барнаула с обелем частных домов, например, Комсомольский проспект и улицу Никитина. У некоторых в мечтах и вовсе перестроить район потока. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.